Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите очередное прохождение Seedmare Civilization 6 на последнем уровне сложности на божестве. Вышли новые три лидера для игры, вот сейчас на экране появляется голосование, в котором вы выбрали одного из них, чтобы я за него сыграл на этом уровне сложности. Давайте я вам покажу карту и условия, на которых будем играть. Карта у нас будут континенты, ну что-то мне континенты больше нравятся, чем Пангея, все-таки как-то больше на землю похоже. Можно было поставить континенты и острова, но компьютер просто не особо умеет по островам расселяться и плавать, так что просто континенты. Скорость против компа быстрая, то есть не сетевая, не стандартная, а быстрая. Мне кажется, самое то, вот по ощущениям, сколько я не играл, ну сложности опять же божество, все остальное стандартное. Режимы «Варварские кланы», «Монополии» и «Корпорации». Для этого, например, я даже мод ставлю, о модах чуть позже. «Варварские кланы», «Не ставьте технологии социальные институты», не умеют компьютеры в эти случайные технологии социальные институты. Все победы включены, теперь соперники. Ну понятно, вы проголосовали за Людвига Второго, за него и буду играть. Ставим двух новых лидеров из этого лидер-пасса и Рамзеса Второго, за которого я играл в прошлый раз, чтобы опять же посмотреть его в деле как искусственный интеллект. И в прошлый раз, вот у нас Чака был, я понял, что надо ставить самые агрессивные цивилизации. Мне кажется, вот я выбрал Чаку, то есть Зулусов, Македонию, Ацтеков, Рим под руководством Трояна, Скифов и Горга. Мне кажется, вот это довольно агрессивные цивилизации. Агрессивно себя ведут. Например, вот Троян, если будет вначале в соседях, он 100% нападет, потому что ему не нравятся маленькие цивилизации. А у нас точно она будет маленькая вначале. Чтобы сделать сложнее. Оставлю челлендж из прошлого раза, мне тоже понравился он. «Всегда говори да», он называется. То есть на все предложения компьютера, которые другие цивилизации будут мне посылать, я должен соглашаться. Единственное, немножко модифицируем. Я сам могу предлагать замириться. Просто в этом нет смысла здесь поиграл, что в прошлый раз, в прошлое прохождение, можно мириться. И торговать можно, то есть покупать у компьютера и предложение делать по стратегическим ресурсам, но не первые три. Не железо, лошадь и селитра. Вот железо, лошадь и селитра у компьютера покупать нельзя и предлагать ему это. Остальные можно. Ну или давайте можем сделать так, что можно, когда вышел в уголь. Просто тогда уже лошади и железо и селитры не особо будут нужны. Ресурсами роскоши все еще нельзя ему с ним торговать, потому что они неадекватно предлагают. То есть они предлагают торговать как-то, то есть купить у нас ресурсы роскоши, или они свое предлагают, тогда можно. А самим предлагать им нет. То есть еще раз, на все предложения мы соглашаемся, которые они нам предлагают. Если идет война, то можно предлагать компьютеру замириться. То есть мы сами можем послать компьютеру только предложения мира, предложения посольств и делегаций, потому что компьютер просто такое не предлагает. Там открытые границы можно предлагать тоже, потому что компьютер это не умеет предлагать. И торговать можно только стратегическими ресурсами, то есть предлагать ему стратегические, предлагать купить у него стратегические ресурсы, начиная после селитры. Вот кажется, кажется более-менее понятно стало, да? Традиционно будет сейв первого хода. И сейчас подробности по поводу модов, которые я использую. А вот такие моды будут в игре включены. Традиционно ссылка на моды, на сборник модов в описании. Вот вам стоит установить вот эти, которые включены. На самом деле, просто игра вам будет сообщать, когда вы будете загружать сейв. Мне писали, что мол, с модами игра становится легче. Я не так не считаю, но становится просто удобнее. Я не думаю, что я без модов сыграл бы как-то по-другому и хуже. Просто удобнее. Особенно касается, например, Quick Deals, когда ты просто вместо того, чтобы щелкать по одной монетке, я же все равно найду лучшее предложение. Так зачем это делать и тратить, например, ваше мнение, ваше время как зрителей? Fix AI Corporations вообще правит то, что компьютер до сих пор не умеет в монополиях и корпорациях правильно распределять. Так что нам играть без режима монополии и корпорации, раз такой мод есть. Так что устанавливайте, чтобы у вас заработал сейв и вперед вместе со мной играть. Ну что ж, попробуем за Короля Лебедя сыграть. Необычная способность. Даже недостроенные чудеса получают плюс 2 культуре за каждый район по соседству. То есть через чудеса и районы посмотрим, как у нас получится. Необычная, конечно, способность. Так, сейв первого хода обязательно надо сделать, а то я периодически это забываю. Сразу сохраняю игру. Повторяю, в описании и в прикрепленном комментарии появляется этот сейв. Вы можете его скачать и параллельно со мной проходить. Не забудьте про моды, про которые я прежде сказал. Тоже перейдите на сборник модов, скачайте моды и используйте их во время игры. Спонсоры канала это все видят заранее. Кстати, им прямо эти серии по мере прохождения будут появляться. Для вас чуть позже. Что ж, понеслась. Давайте выключаю свою рожицу. Но я бы не уходил. В принципе, тут он уже на кампус видно, да, место. И надо еще заранее уже продумать, где у нас чудеса могут стоять. В принципе, 2 кофе и цитрусовые здесь. Мне нравится. Затапливать, правда, может. Эти поймы есть, но в принципе место неплохое. Мне нравится. Так. Я каждый раз начинаю с разведчиков, но все-таки в этот раз давайте хотя бы с прачников, что ли. Потому что поставленные агрессивные цивилизации меня все-таки пугают. Максимально агрессивные. Неизвестно, правда, кто у нас в соседях, конечно, сейчас будет. С самого начала. Но уже тот факт что-то... О, вон ГГшка, кстати. Канди. Слушайте, Канди это хорошо. Нам бы ее... Ну, вряд ли мы ее... Ну, она дает реликвии, если вы находите чудо природы. Нам ее засоюзить, правда, для этого надо. Но, в принципе, то, что у нас сразу сейчас будет капать... Интересно, вот все, кто с моего Сэйва играет, у вас тоже сразу Канди здесь? Мне просто интересно, могут ли ГГшки поставить в каком-то другом месте город? Вот кто играет с Сэйва, напишите, пожалуйста, когда вы нашли Канди, там ли оно стояло. Просто интересно. Так, наверное, сюда куда-нибудь пойдем, через речку перепрыгну. У нас уже капает вера, значит, в принципе, мы можем довольно быстро пантеон взять. А вот на что пантеон брать? Другой вопрос. На плантации, на священные места, на реке, например. Тоже как вариант. Так, жребное племя, это не другой... На каком континенте мы, интересно? На Авалонии. Иногда Quick User Interface багает, не убирается миникарта отсюда. Посла дали. Это, кстати, очень в тему. Сейчас бы еще одного посла для Канди разогнать аванпост в пределах пяти клеток. А где-то там аванпост есть. Надо пойти найти. Слушайте, я могу реально засоюзить Канди довольно быстро. Где-то в пределах пяти клеток вот тут аванпост. Так, все пока правильно обрабатывает. Не буду пока отправить туда посла. Но, в принципе... Эй, а что ушел? Блин, кто-то разогнал аванпост. Черт, такой классный квест. Ё-моё, Скифы рядом. Ё-моё. Еще и столица. Так, нам, наверное, надо срочнисьимо строить поселенца. Или как? Или еще немножко армии хотя бы. Так, ну, судя по всему... Скифы не в мою сторону повели город, это к лучшему. Но вообще иметь скифов в соседях... Давайте прачников пока... Я понимаю, что без карточек, но мы тут можем очень бледный вид иметь, если будем без армии. Мы тут даже с армией сейчас пока будем иметь бледный вид. Так, лошадки близко. Я бы их даже купил, я думаю. Вот так. Близ, зато сколько лошадей у скифов. О! Руинка. Так, ну, нам где-то вот в этих местах надо города ставить. Пока не могу сообразить. Да и рано еще. Так, что нам открывать лучше? Что вообще в стрельбу из лука пойти сразу? Да и мы вряд ли апнем. Горное дело. Ну, можно горное дело, чтобы камень обработать и... Поставить эту... Рудник. Интересно, кто там Канди помог? Я бы вот здесь барражировал дуболомом. Чисто, чтобы контролировать поселенца скифского, если он куда-то пойдет. Но явно скифы где-то в ту сторону. Давайте я вообще гляну. У скифов уже стоит город второй? А, не стоит. А где? А где поселенец? Так, ну, тебе, наверное, все-таки пора поселенца. Или еще строителя сначала. Очень хочется строителя, потому что у нас и лошади, и рудник надо построить, и камень обработать. И до четырех вырастим пока. Так, что я хочу? Вообще я строителя хочу. Вдруг мне дадут строителя. Под шесть денег. Что это... Что это за нищенская подачка, блин? Мы же... Мы же немцы. С нами... Бог. А то, как раз, с нами двадцать шесть грошиков. Ну что, ну серьезно, это как-то вообще... Двадцать шесть монеток. Далее. Вообще грустненькая. Так, ну я ставлю... Сколько вообще требуется? Я уже забыл на этой скорости. Шестнадцать требуется. Вполне можем быстро пантеон принять. Ну и против варваров у нас просто нету юнитов разведки. Вот и все. Какие-то пустыни, кстати, может быть... Не, Рамзес вроде не прописан в пустыне появляться. Так, повторяю, тут проверяю, чтобы скифы город не повели ко мне. В принципе, тут два города влазят. Что его в мою сторону, что я могу. Но, знаете, компьютер такой отмороженный, что может очень дебильно поставить город. Я если вы куда-то сюда, например. Так, приветствуем делегацию скифов. Что-то скифы пока не особо агрессивные. Ну, может, и я могу к ней отправить тогда. Хорошо. Так. Внезапно мы пока со скифами в нормальных отношениях. Тут, кстати, на Петру неплохой город, да? Ну, нам надо просто вокруг Мюнхена, да, города ставить? Так, ну, просто, видимо, сюда. Два, три. Ну, видимо, сюда. Блин, так не очень приятно, что так много пойм. Тут у меня будет нормально так затапливать. Блин, ну, тут как-то не влазит. Наверное... Ну, на пшеницу все-таки. Но тогда вот тут надо подвинуть. А тут я не могу никогда ближе. А вот сюда могу, например. Кстати, вот если я сюда поставлю... И тогда раз, два, три... Прямо на апельсины влазит. Да? Вот пока так. А здесь, конечно, все влезет. Ну, так влазит тогда три города здесь. Так что мне, в первую очередь, наверное, сюда надо будет везти. Так, другой континент открыли. Ну, тут, в принципе, сверху, если кто и есть, то... Арма. Я первый встретил арму, кстати. Так, а арма что там дает? Там что-то тоже интересное. Монастыри можно строить. А вот здесь мы можем в трех клетках на... От оазиса получать. Я даже, наверное, вот сюда поставлю. И вот этот город у нас, конечно, с Петрой будет неплохой. Если Петру мы сможем построить. Так. Пока гончарочку. Катастрофическое наводнение. Убило жителя. Ну, вот о чем я и говорю. Вот это не очень приятненько. Но повышена урожайность у восьми клеток при этом. Да, жителя убило. Но у восьми клеток повышена урожайность. Приятно. О, эй, ядло-якудель у нас тут. Это ж вообще зашибись. Извержение заметно обогащает соседние клетки. Да, в первую очередь мы сюда поведем город. Это уже сто процентов. И Валетту первый ускорил. Так, ну ГГшки мы, конечно, качественно встретили. Жалко, что Канди не засоюзили до того, как встретили Эй, ядло-якудель, но... Вообще наличие Эй, ядло-якудля классно. Так. И вот какой нам пантеон брать? В соседние клетки пустыни, может... Как бы здесь священные места неплохо встанут. Вообще, походу, первый беру пантеон, нет? Ну, тропических лесов тут нет. Тундра еще есть. Ну, блин, и что тундра, что пустыня маловато, да? Тречная богиня, думаю, ничего так. На болотах, азисах и поймах рек в пустыне. Так, ну... Болот маловато. Оазисы зато есть. Ну, и поймы рек в пустыне нету. Вот одна, по-моему, да? Это не пустыня. Рыбацкие суда нет. От пастбищ культура тоже нет. Вера от каменоломен нет. Вера от рудников редких и бонусных ресурсов тоже нет. От плантации, может быть, но маловато. От улучшенного стратегического ресурса производства и вера. Но лошадей мало. Когда там будет железо и прочее, фиг знает. Опять, что ли, речная богиня. Так, открыток с потрясающим престижем. Ну-ка еще престиж глянем. Не, слабенько. Тут, конечно, будет престиж, но такое... Ну, тут вот будут, да, давать... Вообще, рядом с чудом будут давать клетки. Может... Ну, вообще, маловато плюс. Вот раньше плюс две было богиней земли. Тогда классно. А одну всего лишь... Ммм... Маловато. Они-ка-те взяли бесплатного поселенца кто-то. Бесплатного поселенца. Ладно. Речная богиня. Мне кажется, приятный пантеон всегда мне нравился. Так, вот тут надо теперь ходить и смотреть, чтобы скифы не вели никакого поселенца. Да, слушайте, ну, у нас тут... Честно говоря, у нас довольно мало места. Именно что надо в сторону скифа селиться. Иначе... Иначе... Блин, еще и какие-то вон... Эти происходят... Бури. Буря, мглою, небо... Баварская кровь. Реально, у меня ощущение, как будто я не за Германию играю, а за Баварию просто. За Мюнхенскую Баварию в финале Лиги Чемпионов. Против скифского пищевика. Блин, блин. Так. Куда? Вот куда она хочет поставить? Я сейчас буду войну объявлять, ребята. По любасу нам нельзя давать скифам ставить город. Просто нельзя. То есть, надо бежать прачником. Так, куда она может поставить? Раз, два, три. Ну, о, о, очень хорошо. Так. Ну, нельзя нам, нельзя. Зато у нас дополнительный... Появляется поселенец. Еще один идет. Так, стоим в защите. Нам важно тут и тут поставить город, тогда все в шоколаде будет. Но сейчас теперь воевать со скифами, это, конечно, трындец. Ну, пока еще лошадей, правда, нету у них. Так, астрологию начнем. Чудо. Чудо, кстати, вот у нас будет Стоунхендж. Так, где у нас будет... А, Стоунхендж только на ровном месте, может быть? На ровном участке рядом с камнем. Стоунхендж нам ставить негде. Прикиньте, у нас камень, везде неровный участок. Где-нибудь еще есть камень? Я не вижу, например. Так, ну что? Сильно он обидится? Так, у Канди больше никаких не появилось в задании. Арма вызвать озарение обработки бронзы. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Чипы Дейл спешат на помощь. Отлично, отходит. Так, хорошо, хорошо. Стоим. Блин, а что он уже отваливается по лояльности? Нифига себе. Так, значит, нам надо тут вырасти в первую очередь. А что удовольствия не хватает? Я еще ни одного реза не обработал. Да, это плохо. Так, боже, а что тут поселенец так быстро сделался? Ну, тут, конечно, столица, понятное дело. Но, по идее, мы должны удержать. А если я сюда прачника поставлю, интересно? Уменьшит это отваливание. Так, уже открыли создание строителей и юнитов. Так, вот это юнитов надо ставить со здания. И просто производство. И начинаем здесь еще больше юнитов строить. Еще прачника. Может, еще воина. Тут нам надо армию сделать. То нам ханат скифов будет. Нет, видите, не влияет. Ну, нам главное вырасти. У нас счастья нету. Слушайте, давайте, может, тогда вот эту апельсинку выкупим. Ну, а что не переключается? А, потому что залочен был, да. Так, три хода до роста. Это уменьшит... Уменьшит отваливание. Хотя, я думаю, он все равно останется, скорее всего. Так, я очень бы не хотел, чтобы он... Я даже теперь больше канди боюсь, чем... Так, а где у нас стены? Знаете что, давайте... Не, ладно, откроем пока астрологию. Но каменную кладку... Каменную кладку нам точно следующим надо открывать. Так, бежим на помощь. Ну, я точно успею тут город поставить до того, как... Скифы это сделают. Да, блин. Такие извержения неудачные. Так, как он пойдет? Так, так. Ну, в принципе, город мне вроде не ставится. Вроде не ставится. О, перестал Берлин отваливать. Не, минус три. Но было минус шесть, между прочим. А что он перестал отваливаться, интересно? Прыгаю, я вот ничего такого не сделал. Блин, блин, блин. Да, вот сразу иметь, конечно, скифов в соседях, это круто. Так, Берлин. Один ход до роста. Минус три. Дуболомчик готов. Так. Давайте просто пока бахнем где-то священное место. Ну, а на горе... На реке надо. Было бы, наверное, тут тоже круто. Потому что и на реке, и плюс три. Но нет. Давайте подумаем, где мы можем... Я его не буду сейчас строить. Но я его поставлю просто, чтобы оно уже было. Давайте, может, вот сюда. Это для того, чтобы вот здесь мог быть возможен этот... Храм Махабодхи. Он же на лесе строится, да? Да, и рядом со священным местом. Но это предварительно. Саму священку не строю, а продолжаю строить армию. А, подождите, так мне надо... Нет, вроде она стоит, да, сейчас? Да. Будет очень смешно, если сейчас скифы город таки поставят. Прямо сейчас. Раз, два, три. Вот тут он может влезть. Или на камень, типа, поставит. Ну, мой город тоже влазит. Но это плохо для меня, что немножко будет больше влиять лояльность. Да, ну тут клетки у АФ ядлая КУ для крутые сразу. Конечно же. И две культуры еще капает. А что это у меня тут какие-то быстрые сделки? Аж только встретил скифов, и нам явно еще нельзя заключать с ними мир. Два хода до мира. Ну, я готов мир заключить. Мне просто надо было тут города всунуть. Дальше у нас тут город. Тут вот сюда какой-то еще должен влезть. Так, ну отжали, отжали мы немножко скифов. Так, как вы думаете, как бы мне в золотой век выйти? Ну, можно попробовать все-таки религию получить. Так, тут стоим. Тут, наверное, подходим. Что за по заданиям? Нету у Канди все еще задания, да? Вызвать, заверить обработку бронзу. Я тут варваров практически не встречал. У нас тут скифские варвары скорее бедокурят. Конечно, лучше бы начинать со стен, но они у меня даже еще не открыты. Очень хорошо. Через реку атакуют. Вообще зашибись. Просто стоим и прокачиваемся. Пока скифы мне... Вот это ванпост не очень в тему тут. Давайте, может, к нему и пойдем. С ним разбираться. А можно у него что-нибудь купить? Копейщик за 102 золота. Блин, может купить копейщика или... Или копить на ап прачников. И все такое вкусное. Ну, я уже решил священочку строить. Тут сейчас заменим, наверное. Ну, у нас 78 против 192, правда. Но вот так как он об меня бьется... Мне кажется, нам достаточно. Я на холме, и через реку он об меня хреначится. Омхенш уже построен. Так. Значит, тут производство... Ну, а с другой стороны, что нам ставить? Ну, вообще против варваров я бы поставил. Там надо тут лагерь убить. Строители... Не, наверное, пока так все оставим. Тут берем... Так. Подходим. 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 И тут, кстати, можно подходить потихоньку. Блин, только вон... Вот меня беспокоит, чтобы скифы Канди не засоюзили. Там нету никаких... Есть. Один посол. Блин. Мне ж Канди заберет города. А не скифы. Так. Ну, в Раннюю Империю, наверное. Ух ты, лучники. Так. Ну, тут нам надо отойти. Так. Вот этими точно надо отойти. Чтобы лучник не убил. Тут мы никак не убиваем. Еще, по идее, конечно, я могу убить. Но мне кажется, тогда убьет меня лучник. То есть, я бы лучше отходил. Так. 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 Так, ну, нам нужно лучник. Сначала каменную кладку, потом лучников надо открывать. Если мы стены построим, то это будет... Уже сто процентов, что они меня не возьмут. Так. Блин, а помириться мы еще не можем? О! Она готова мириться. Блин, надо было атаковать ее... Я тупанул. Надо было атаковать ее юниты и тогда предлагать мир. Ну, надо мириться, естественно. Что тут? Я забирать не могу пока с такой армией. Да и не надо мне, как мне кажется. У меня есть куда селиться. Тогда можно будет просто вместо каменной кладки какую-нибудь письменность открывать. Варварами занять. Или орошением вообще. Где-нибудь ферму могу построить на ресурсе? Да, могу на пшенице. Что у меня, видите, у меня все в плантациях. У меня счастья нету. Не обработано ничего. И давайте немножко подождем. Может быть, еще какой-нибудь юнит все-таки убьем. О, видите, он вперед прется. Ну, тут вряд ли, кстати. К сожалению. Просто немножко прокачаем наши юниты. Ну и все. Теперь точно можно мириться. Спасибо, друг, говорит. Так, надеюсь, мне эта буря воина не... Может, мне пока не атаковать? Просто постоять. Движется на юго-восток. То есть, типа туда. Я уже сколько раз смотрел, что игра обманывает. Пишет, движется на юго-восток, а на самом деле, движется тебе в лицо прямо. А у меня лицо не на юго-востоке. Так, пойдем, наверное, поможем там с варварами пока. Опять наводнение. Только плодородность повышена. Да, у одной клетки повышена плодородность. Но это более-менее. Видите, какие тут уже две клеточки. Приятненькие. Да, реально ушла буря куда-то на юго-восток. Так. Два хода до ранней империи. Молитвы в священном месте. Пророка уже наняли. Одного наняли. Там на ученых. И еще один на пророка. То есть, можем основать религию. Трудовую повинность ускорили за счет района. Но мне надо срочно города будет ставить. Чтобы они друг на дружку влияли. В плане лояльности. Блин, я же хотел переключить стены. Ой, блин. Так. Большой... Кстати, вот я не использую. Я так замотался. Так, я же могу большой бассейн. Посмотрим, как это работает. Давайте. Так, то есть, пока, по идее, нам не дают еще. Надо посмотреть. Два и четыре культуры. Так. Он пока не строится. А вот если мы вот так делаем. Четыре и шесть. Ребята, реально. Четыре и шесть. То есть, оно не показывается здесь, как мне показывается. Плюс два. Ха, прикол. Не, ну это прикольная способность. Так. Пирамиды. Пирамиды пока просто негде. Они столько в пустыне строятся. Там просто надо, как только открываешь чудо, сразу его, как бы, типа строится ставить. Плюс две культуры. Просто ни за что. Просто ты поставил предпродакшн чудо. Прикол. Ну это забавная способность, честно говоря. Так, мне нужны... Мне нужно рошение открывать. Так, я могу купить строителя? 140. Дорого. Это дорого. Письмо, чтобы тиминанки еще открылось. И мы могли и тиминанки поставить. Так, ставим плюс 50% при создании... Подождите. Подождите. Сильно я накопил на пророка. Я бы еще на пророка почитал, да? Еще два хода. А мы что-нибудь за два хода открыть можем? Трудовую повинность или мистицизм? Давайте трудовую повинность, три хода. Тогда. Собственно, читаем проектик. Магнуса или... Или пингалу в этот раз. Опять, наверное, Магнуса все-таки. И он же прокачивается в трудовой дисциплине, да? Да. Магнуса. Тут не так много городов у нас будет, но их надо срочно делать. Так, а тут у нас куда-то на лошадей влазит город, да? По идее. Или нет? Тут где-то надо будет стоять город, видимо, без пресной воды. Опять отваливается кто-то. Франкфурт. Ну, это не сильно, ладно. Минус один и три. Терпимо. Пока, наверное, не меняю ничего, да? Странец строитель уменьшает покупку клеток. Да, или поставить строителей в Берлине, например, построить. Но это долго будет. Но все равно тут надо строителя строить. Ладно, поставлю пока строителя. Некоторое время он построит. Потому что нам из-за нехватки несчастья и лояльность пропадает. Так, ну я обязан соглашаться. Я напоминаю. На все предложения компьютера. С кифом продавать лошадей, это, конечно, трындец. Хорошая идея. Так, трудовая повинность. Письменность. Так, ну тут вроде у нас какие-то городолазии. Вот это было важно. Вот эти два города очень важны. Берлин и Франкфурт. Мы были обязаны объявлять... Но я удивлен, что так быстро с кифом согласились. Но они вон подводят армию. Какую-то... Сколько у меня времени, интересно, до объявления войны? Четыре хода. Он должен успеть вернуться. Так, сколько ходов до конца эпохи 2? Да, выхожу в обычный век. Так, я думаю, надо открыть стрельбу из лука. А в этих городах строить стены. Тогда я вообще буду... Так, еще не хватает до сих пор? Да блин. Ты, три хода молитвы. Черт, ну надо. Что поделать? Пока отложить еще трудовую дисциплину. Блин, без несчастья. Четыре хода. Ну, скифы подводят армию. Скифы подводят армию. Хоть она и ранена, но все равно. Так, Артемиду я где-нибудь могу поставить. Блин, открыл случайно мистицизм. Ладно, пора уже, наверное, на поселенца ставить. Артемиду я поставить нигде не могу. В принципе. Большой бассейн. Храм Артемиды невозможен. Еще только пирамиду. То есть из чудес пока открытых я могу только пирамиду где-то вот тут бахнуть. И то, опять же, не сейчас. Ладно. Что будет дальше и убьет для меня скифы в следующей серии? Спонсоры канала уже могут ее поискать. Ссылка на весь плейлист в описании. В прикрепленном комментарии. Спасибо, что поддерживаете. В очередной раз не устаю вас благодарить. Закончилась эпоха. Продолжение уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк. Комментарий. Подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.